Сальвей Таймики, с вами читающая Катарина, и сегодня четвертый день бесячего марафона, мы читаем Мару и Морок. Как и Тролли и Пик, эта книга относится к категории отечественного фэнтезийного Янка Далта, а у меня с ним категорически не складывается. Но эта книга услужила просто массу положительных отзывов. Все побежали, и я побежала, мне хочется познакомиться с новинкой и посмотреть, сможет ли эта книга помочь мне преодолеть мои снобистские наклонности и презрительные отношения к этому жанру. Точнее, даже так, к работам русских авторов в этом жанре. Мне кажется, что первые главы в фэнтези-книжках это худшая вещь, на основе которой можно выносить суждения о книге. Серьезно, может быть, даже последнюю главу будет полезнее прочитать для того, чтобы составить более верное впечатление о книге, потому что первые главы очень часто это только экспозиция. Обычно самая первая глава это что-то вроде такого пролога, когда ничего не понятно, и у нас какой-то цимис появляется. Потом идет долгая экспозиция, нам представляют героиню или героя главного. И мне в рамках «Бесячего марафона» нужно прочитать от 30 до 51 страниц, и я посмотрела, это как раз две первые главы, они попадают на 35, по-моему. Таких, как я, называют марами, отмеченными самой богиней смерти Мараной. Когда-то у меня и моих шести сестер был свой путь. Тогда люди нас уважали и просили о милосердии. Они приносили нам подношения и молились нам. Но 200 лет назад все изменилось, когда принц Сирата осмелился поднять руку на одну из нас. Я пыталась отомстить, но погибли мы все. Теперь правители Аракина, погрязшие в длительной войне со своим соседом Сиратом, решили вернуть меня к жизни, дать второй шанс на месте свободы, привязав меня к тому, против кого я никогда не пойду. Таких, как он, называют морок, и их боятся абсолютно все. В принципе, первый абзац меня цепанул. Я иду, стараясь не отставать и не сбавлять шага. Потому что стоит мне только зазеваться, и он вновь натянет цепи, которые прикреплены к моим кандалам на руках и металлическому кольцу вокруг шеи. А если он дернет слишком резко, я могу упасть прямо в жидкую грязь, в которой превратилась дорога из-за недавнего ливня. Пачкать свои новые и пока единственные одежды мне не хочется. Вот это уже немножко... Все-таки эти рубашка и кафтан намного лучше тех практически разложившихся тряпок, очень тяжеловесно, в которых они подняли меня из могилы. Или подняли, у меня проблемы с ударениями, извините. Ну, кстати, сразу получается очень атмосферно. Несмотря на то, что нет описания окружающей действительности, что там этих героев окружает, какое время года, какие звуки они слышат и так далее, тем не менее, сразу какая-то атмосфера чувствуется. Может быть, это из-за того, что я прочитала аннотацию, и в аннотации очень четко дано понять, чего читателю предстоит ожидать на страницах книги. То есть персонаж идет, и он сосредоточен не на своем внутреннем мире, а он внимательно вглядывается во всех людей вокруг и начинает анализировать, что они там себе думают. Как будто бы главная героиня знает этих людей и может делать какие-то суждения по поводу того, что они могут чувствовать, что они могут чувствовать. И вот это вот неловкое начало, когда герой оказывается в некой ситуации, и автору нужно объяснить, как он в эту ситуацию попал, и начинаются экспозиции, начинаются флэшбеки, начинается описание того, как персонаж пришел к той точке, в которой он находится. Нет, это как бы неплохо, и, безусловно, надо с чего-то начинать, и нужно объяснить читателю, что, собственно, здесь происходит. Но вопрос в том, как это сделать, интересно и не скучно для читателя. Героиня должна не рефлексировать по поводу того, о чем она начинает здесь рефлексировать, а испытывать немножко другие эмоции, когда вот ее подняли из могилы, и ей предстоит куда-то отправиться, что-то делать по воле этих людей. И я думаю, что у нее должны быть другие совсем эмоции. Но с этим мужчиной я посмела лишь на мгновение вскинуть испуганный взгляд. Героиня испугана, и поэтому ее взгляд испуганный. Но почему у нас этот испуг отражается только в данном конкретном месте, а раньше он не появлялся? Уже две с половиной страницы что-то происходит. О том, что героиня испытывает страх, поясняется только здесь. Или испуганный взгляд это просто клише, которое на самом деле не имеет отношения к чувствам героини, используется автором просто потому, что... Ну, а какой еще может быть взгляд? Ну, конечно, испуганный в такой ситуации. У нас появляется Морок. Это, собственно, тот персонаж, который ведет ее и там тягает за цепи. Я потупила взгляд, прося прощения. Почему она должна просить прощения у этого человека? Ну, точнее, у этого существа. Мы не знаем, кто такой Морок, человек он или нет. Что ставит Морока на такую ступень, что героиня должна просить у него прощения? Откуда вот этот страх? То есть сейчас автор предлагает читателю вот на тех трех страницах просто по дефолту принять, что вот, героиня боится этого человека. И все. И почему боится? Никакие у нее опасения ожидания от будущего, какие эмоции она в этот момент испытывает. Нет, просто по дефолту. Она вся такая... Вот такая. Она попала в такую неприятную ситуацию, она вынуждена подчиниться вот этому Мороку. Но это немножко пока пафсно, и с точки зрения создания персонажа могло быть лучше. Катарина, да, это первые три страницы, дай книге немножко разойтись в самом деле. С нами два взвода стражей по 15 человек. Они тут уже прошли какое-то расстояние, и тут только появляются эти стражники. Но, мне кажется, они нам и не особо нужны, потому что никто, даже под угрозой натянутой стрелы или лезвия у горла, не рискнет подойти близко, пока Морок стоит рядом со мной. Опять вот эта героиня, которая все про всех вокруг знает, она супераналитик, суперпсихолог, и ей явно не о чем заняться, кроме как анализировать, что люди вокруг думают. И то есть, если бы повествование велось не от первого лица, если бы у нас была главная героиня и некий авторский голос отдельно, то автор мог бы внести вот эти суждения по поводу толпы, что она может чувствовать, как она может видеть эту героиню. Но так как у нас повествование от первого лица, автор не должен примешивать то, что знает он с высоты своего авторского положения, с тем, что может знать его героиня. Я очень токсичная, и мне тяжело читать книжки, когда я вот читаю и вижу несовершенство такого рода. Все, что вы не знали про меня, вскроется в этом марафоне. Вообще, есть что-то немножко нездоровое в этих отношениях. Знаете, что главная героиня должна подчиняться Мороку? Здесь вот буквально «Именно Морок поднял меня из земли три дня назад, оживил, привязав к себе. Я дышу, пока дышит он, и только такие, как он, вообще способны на подобные чары». То есть, героиня оказывается привязана к мужику буквально. Здорово ли это отношение? Не думаю. Ну ладно, здесь, по крайней мере, имеет смысл, когда героиня рассматривает себя в зеркале и отмечает изменения, которые в ней произошли. Все знают этот топос с тем, что героиня смотрит в зеркало и сама восхищается цветом своих волос и глубоким цветом глаз. Тут, по крайней мере, это обыграно, потому что, ну, героине надо понять, как она выглядит теперь. Всем остановиться капсом. Ни много, ни мало. Я, кстати, не очень люблю капс в книгах, потому что, если автор не может выразить интонацию персонажа через слова, через авторскую реплику, то капс тут не поможет. Ой. Хотя уже по одной гордой осанке и плавной походке можно понять, что он обладает немалой властью. Где связь между вот этими физическими характеристиками и наличием власти? Я вижу это как клише, то есть осанка какая она еще будет? Мы только прямая, аристократическая, вот гордая как раз. Вот, а походка какая может быть? Много ли у нас слов, которые могут описать походку? Мне кажется, что здесь эти характеристики совсем ничего не объясняют и не имеют смысла в данном контексте. Было бы интереснее, если бы автор обыграл это как-то иначе. Не знаю, если посмотреть на взрослых мужчин-политиков, я не уверена, что у них прям плавная походка, если уж на то пошло. Мне очень тяжело одновременно читать и записывать свои впечатления, потому что почему-то очень отвлекаюсь и сосредоточенность падает. Кстати, пока это вообще не так плохо, как я могла бы ожидать, и мне не хочется так уж сильно плеваться, как это было с иными другими книгами. Тот же возраст, в котором я умерла, но он принц, а я его пленник и ходячий мертвец. Вот подчеркивается этот низкий статус Мары уже несколько раз. Но при этом у меня есть чувство, что Мара это вообще не живой человек, хотя она сейчас живая на самом деле, ее же воскресили. Она вообще никаких чувств и эмоций не испытывает и выступает просто как регистратор. То есть это безэмоциональное существо, через чьи глаза мы просто смотрим на то, что происходит. А персонаж сам по себе не имеет никаких, опять же, индивидуальных черт, ничем не выдается по ощущениям. Я боюсь, что в книжках, которые от первого лица написаны, это прям есть вот такой грешок, что у персонажа очень слабо выраженный характер, очень слабо выраженная индивидуальность. То есть у него нет ярко выраженных недостатков, нет каких-то сильных, хороших сторон. У него отношения с другими героями складываются не потому, что он по своему нраву и по своей мотивации может подружиться или поссориться с другими персонажами. Нет, когда у персонажа нет характера, из которого вытекают его поступки, мысли и решения, персонаж просто делает то, что нужно автору. Я боюсь, что вот в книжках Бьянки Далти очень часто главный герой это марионеточка, которая играет под дудку автора и делает только то, что нужно по сюжету, по авторской задумке. А это не живой персонаж, действительно хорошо прописанный, за которым интересно следить. И очень часто можно встретить такую точку зрения, что персонаж специально такой, потому что читатель должен себя с ним ассоциировать. Чем меньше ярко выраженных индивидуальных черт в герое, тем лучше, потому что читателю можно благодаря эффекту Барнума сопоставить себя с этим персонажем. Но может быть это актуально для подростков, хотя вот насколько Янг и Далт ориентирован именно на подростков, это совершенно отдельный вопрос. Но лично мне это совсем не нужно и мне больше хочется читать про полноценных героев, которые не серые, как масса непонятная, не оформившиеся и абсолютно безэмоциональные. А скорее про героя, который приближается к живому человеку и за которым интересно следить. Прикольно, тут мешанина какая-то. Главную героиню зовут Агата, принца зовут Даниил, а капитана зовут Дарий. Неожиданно совершенно. И страх главной героини перед Мороком проявляется очень оказионально, только когда автор хочет снова нагнать атмосферой. Рядом с ним мне хочется сжаться и стать как можно более незаметной. Тут вот принц начинает беседовать с главной героиней и рассказывает ей про те байки и суверия, которые сложились вокруг образа Мар. И реакция героини, да? Я искоса смотрю на него, пытаясь понять, выдумал ли он это прямо сейчас или люди действительно превратили нас в персонажей для ночных кошмаров. Дальше еще отрывок того, что говорит принц. Я бы решила, что он насмехается надо мной, если бы не этот мечтательный блеск в глазах, устремленных вперед, когда он запускает руку свои светлые, слегка прикрывающие уши, волосы. То есть реакции эмоциональной на то, что говорит принц, вообще нет. У нас, у героини сразу включается анализирование. У нее нет никакого удивления, у нее нет никакого снисходительного смешка, что вот типа как глупые ливуди, условно говоря. Она пытается вывести сразу же из слов принца какую-то информацию о нем. Она как бы наблюдает за ним, вот это все. Это абсолютно, на мой взгляд, нереалистично. И опять же, тогда, когда можно было показать характер героини, может быть она там, не знаю, пылкая, и она бы эмоционально как-то ответила на вот эти вот слова, которые говорит принц. Или наоборот, она там похолодела бы внутри из-за того, какой бред он усет. Или она вспомнила про свою семью, и это заставило ее внутри снова закаменеть от горя и там еще от чего-нибудь. Нет, вообще никаких эмоций, героини ничего не чувствуют. Буду рад, если ты расскажешь мне несколько волнующих моментов из своей жизни. Вот так флиртует он, по-моему. Пру-прум-прум. Вот, смотрите, я едва сдерживаюсь, чтобы не скривиться, когда он сочувственно похлопывает своей ладонью по моей кисти, которая покоится на его согнутой в локте руке. Почему? Какая эмоция скрывается в этом скривиться? Зачем героиня хочет скривиться? Почему она себя удерживает от этого? Что за этим стоит, автор, почему ты не объясняешь? Что мне нравится, это то, что автор не собирается впадать в эту сказочную какую-то атмосферу, потому что я читала Янка Даут, где стиль был очень, скажем так, даже нарочито сказочный и наивный. Это было очень неловко и, по-моему, неудачно. На самом деле, чем больше в книге потенциала, тем больше я склонна ее ругать. И пока вот мои впечатления про Мару и Морок в том, что это не так плохо. Есть вещи, над которыми можно было бы еще поработать, но это как бы уже более продвинутый уровень, а не самые азы, потому что я читала книжки, где нужно было поправлять и самые азы даже. Если говорить про впечатления о книге, когда ты читаешь и вот практически впечатления на каждый абзац документируешь, это совсем по-другому, нежели чем когда ты прочитал книгу и потом к концу месяца подводишь итоги. Потому что непосредственное впечатление и восприятие текста это не то же самое, что то впечатление, которое у тебя уже откладывается, и ты по итогам подводишь общий вывод. Очень часто бывает, что книга очень несовершенна именно в техническом каком-то смысле, но она эмоционально меня затронула, поэтому я могу поставить ей достаточно высокую оценку и закрыть глаза на все минусы, которые нашла. А может быть, что книга наоборот технически написана очень хорошо, но она меня категорически не зацепила, и я буду говорить о ней в не очень лестном ключе. Я потому что поймала себя на том, что, скорее всего, если бы я читала «Мару и морок» не в рамках «Бесячего марафона», а просто-просто бы ее прочитала и в конце месяца рассказывала бы о прочитанном, вообще другие слова бы звучали, я почти уверена. Может быть, я наконец-то сдвинусь с 15-й страницы, а то я все болтаю и болтаю с вами. Так, тут битва, небольшая придышка, и мы переглядываемся с мороком. Я не могу видеть его лица или понять, что он чувствует, но у меня ощущение, что мы оба подумали об одном и том же. «А что ты чувствуешь, главная героиня?» Вот я смотрю на тебя, переглядываюсь с тобой, но не могу понять, что ты чувствуешь. То есть сначала у нас такая долгая экспозиция, героиню ведут, видимо, от того места, где ее воскресили, к принцу, который как бы наниматель, видимо, главный инициатор того, что произошло. Затем идет какой-то странноватый разговор с принцем и одновременно рефлексия главной героини, где мы немножко узнаем про то, кто такие мары, в чем, значит, их предназначение и так далее. Затем после теоретической части у нас начинается практическая часть, и мы наблюдаем за битвой. Главная героиня расправляется с упырями, которых она и должна была по замыслу принца товокнуть. И битва, понятное дело, не проходит так уж гладко, и у главной героини такие препятствия, с которыми ей нужно справиться, и ей очень важно, с одной стороны, сделать вид, что она такая послушная и подчиняется морку и сделает все, о чем попросит принц, а с другой стороны, ей нужно доказать, что она сильная, что она достойна своего имени, и что она может постоять за себя в случае, если с ней будут, видимо, плохо обращаться. Может, у Гранилы есть немного сострадания ко мне, той, которой нужно доказать свою полезность королевскому отпрыску, чтобы он не решил, что мое воскрешение было бесполезной затеей. То есть у нас там битва, повсюду ползут упыри, а главная героиня думает о чувствах морока, что он там, как он оценивает ситуацию и так далее. Мне кажется, что это одна из базовых таких ошибок в построении художественного текста, это то, что героиня ничего не чувствует, и она начинает сразу анализировать и мыслить. Вот первое всегда идет эмоциональная реакция, и то, что во время битвы героиня просто стоит и думает, это как-то тоже не очень реалистично. Во второе плечо тварь вгоняет мне свои когти, повисая на мне, как огромная пиявка. От его мерзости внутри поднимается волна злости. А до этого вообще не мерзко было, типа, тут уже дофига упырей и всякой гадости, типа, мерзко только сейчас? Ну ладно. А вот упыри остаются лежать с смердящими кучами костей и плоти. Запах появляется только здесь, хотя сцена с битвой уже длится несколько страниц. И как бы тоже запашок еще раньше должен был быть. Ого-го-го. Я замираю с тяжелым дыханием, понимая, что на сегодня это все. Из леса больше никто не собирается вылезать. Откуда она знает? Откуда она знает, что больше никто не вылезет? Откуда? Не знаю. Никто не знает. Это было потрясающе! В одиночку убить стольких! Ах, принц Данил такой экзальтированный прелесть. Странно, что не капсом. Итак, начинается вторая глава. Тут идут какие-то воспоминания. То, что случилось 220 лет назад, немного немало. Вот она тут небольшая главочка. Посмотрим. Мне с детства не нравилось пристальное внимание незнакомых людей. Но теперь из-за своей одежды, они там ходят в алых плащах, мары, и способностей я всегда на виду. Меня замечают все, куда бы я ни пошла. Вот этот момент, когда можно попытаться чуть больше раскрыть характер героини и объяснить, почему она не любит, когда на нее смотрят незнакомые люди. И мне кажется, что это достаточно банальная черта. И вместо того, чтобы сделать ее более индивидуальной и тем самым сделать героиню интереснее, автор не идет по этому пути. Оставляют просто формировку, что вот, не нравилось пристальное внимание незнакомцев. То есть, пока ощущение, что героиня такая совсем средненькая и немножечко банальная, несмотря на интересный замес с марами, с их способностями, с тем, что всегда их определенное количество, что когда умирает одна Мара, появляется другая девочка, которая получает эти способности. Сам мир и способности Мары, и их предназначение, это интересно. Сама история, которая здесь завязывается, тоже мне она нравится, но текст читать пока скучновато, лично для меня. Я бы, знаете, как сказала, это вот просто типичный Янг и Далт. Большинство книжек Янг и Далтовских написаны именно вот так. Так, чего-то выдающегося, либо в хорошую, либо в плохую сторону, я пока здесь не вижу. Третья глава, и у принца Даниила здесь уже было дофигища просто реплик, но пока, по ощущениям, персонаж не вырисовывается, и характер его тоже не вырисовывается. Я, наверное, не стала бы акцентировать на этом внимание, если бы не была почти уверена, что и до конца это будет так. Что второстепенные персонажи будут говорить только то, что автор хочет, чтобы они сказали, а не то, что проистекает из их характера и какой-то особенной мотивации, которую они имеют в тех обстоятельствах, в той окружающей среде, в которой они находятся в книге. Я едва сдерживаюсь, чтобы не поддать ему под зад, но мой пыл сразу остужается от одного только вида морока чуть в стороне. То есть, у главной героини есть какой-то пыл, но почему она хочет поддать принцу под зад? Что именно ее раздражает? То, что он как бы поднял ее из мертвых? Пока это выглядит так, как будто бы, ну, Мара просто на всех вокруг обозвлена. Причем, почему обозвлена, ну, не знаю, это просто обычные люди. Мотивация у героини пока не раскрыта, и я не знаю, будет что-то дальше или нет. Ну, ладно, я дочитала до 36-й страницы, и пока дальше читать не хочу. Пока это обычный фэнтезийный Янг и Далт. Таких книжек я на своем веку прочитала, может быть, даже слишком много. Не столько, сколько мне бы хотелось. Я боюсь, что интересная задумка, это не то, что может вытянуть книгу, если она написана недостаточно опытным человеком. Не иметь опыта, это абсолютно нормально. Я ни в коем случае не порицаю людей, у которых нет опыта в писательском деле. Но мне кажется, что над текстом нужно работать. Вот эта идея о том, что тебе может быть там 20 лет, условно говоря, ты там полтора года назад сел что-то писать, и потом бац-бац-бац, у тебя выходит книга. В нашем менталитете есть представление, что типа опубликованная книга, это уже сразу по дефолту поднимает вас на какой-то новый уровень. В самом деле на новый уровень вас поднимает работа с текстом. То, что книгу читает аудитория, еще не делает ее действительно хорошей и качественной литературой. Янг и Далт это такой жанр, про который всегда говорят с ноткой снисхождения, потому что это на определенную аудиторию рассчитан, на определенный контингент авторов пишут Янг и Далт, и так далее, и так далее, и так далее. Но я не думаю, что это должно мешать авторам Янг и Далта стремиться работать над повышением качества текста и увеличением своего мастерства. С другой стороны, может быть, мои критерии мастерства не совпадают с критериями мастерства авторов, которые пишут Янг и Далт, или с критериями мастерства издателей, которые эти книжки издают. Тут я уже не знаю, что делать. Я ни в коем случае не говорю, что все должны вдруг разом бросить читать Янг и Далт. Смысл этого марафона и смысл данного конкретного ролика попытаться разобраться и рассказать вам, почему я не люблю те или иные жанры. Я надеюсь, что с Янг и Далтом все стало понятно, и что мы эту тему, этот гештальт закрыли. Я пока не знаю, хочу ли я дочитывать Мару и Морока. Тут не было чего-то выпиющего, из-за чего бы я отложила бы книгу в сторону и сказала нет. Мне категорически не нравится, но если я и буду ее читать, то не в первую очередь, и скорее всего в рамках небольшой разгрузки для мозгов. Если вы читали Мару и Морока и вам эта книга понравилась, напишите мне в комментариях, что вам полюбилось больше всего. Я надеюсь, что это меня вдохновит и сподвигнет читать книгу дальше. Спасибо, что были сегодня со мной, с вами была читающая Катерина, и до скорейших встреч. Балет Амиги!